Добрый день! Мы с вами сейчас находимся на выставке, посвященной Альбришту Зюру, выставки в Николаевском зале, в Эрмитаже. И это самая масштабная экспозиция, которая была посвящена Зюру, которая устраивалась когда-либо в нашей стране. Здесь больше 400 экспонатов, и выставка была открыта в декабре 2021 года по случаю 550-летия со дня рождения художника. Среди огромного количества гравюр, рисунков Зюра на этой выставке выделяется несколько вещей, о которых можно сегодня сказать. Это три гравюры, которые получили название мастерских гравюр уже в более позднее время за невероятную по тонкости технику гравирования. Это «Рыстер смерти дьявол», «Святой Ироним в келье» и «Меланхолия». Эти три гравюры у нас представлены на нашем стенде. Первый из них – это «Рыстер смерти дьявол», гравюра 1513 года, которая тоже получилась в это романтическое название чуть позже. Соизвестно, что сам Дюрер называл ее просто «Всадник». И происходит здесь что-то тревожное. На этой гравюре всадник на великолепной лошади заехал в какое-то жуткое ущелье со свисающими корнями, и спутники у него ужасающие. Рядом с ним смерть, которая показывает ему песочные часы, и позади дьявол. Но создается впечатление, что всадник их даже не видит. Он как-то вот уверенно и спокойно движется в своем направлении. И мы до конца не понимаем, куда этот всадник движется и куда он направляется. Потому что еще с 17 века есть теория о том, что этот всадник – это воплощение воина Христова. Дело в том, что еще в посланиях апостола Павла есть слова о том, что нужно надеть шлем спасения, облечься в броню праведности, взять щит веры и шлем духовный. И вот была традиция изображения таких христианских воинов, и считалось, что это сходный образ. Но если присмотреть внимательно, то понимаешь, что здесь ничего в христианском контексте не говорит. И более того, на копье у всадника прикреплен лисий хвост, который имеет такие не самые лучшие коннотации. И, может быть, наоборот, это изображение рыцаря-разбойника, которых было много на дороге в это время, в конце 15-го, начале 16-го века. Но дюрер нам до конца не отвечает на этот вопрос. И дьявол, который преследует всадника, мы же можем… мы тоже не понимаем, он его преследует или он его сопровождает как оруженосец. Но если посмотреть на гравюру еще раз, то становится очевидным, что главный персонаж для дюрера здесь – это даже не смерть, не дьявол, даже не сам всадник, а главное – это лошадь. И именно изображение коня здесь определяет и композицию листа, и вот этот такой характер всей этой гравюры. И дюрер, обращаясь к этой теме, начинает вообще с штудии пропорции лошади. Это построенный по измерениям конь. Есть предварительный рисунок этой гравюры, где это очевидно. И это проблема, которая занимала художник в это время. Виталий Леонардо да Винчи тоже занимался проблемами пропорции коня. И дюрер работает вот в этом же направлении, но начиная с исследований каких-то теоретических проблем, он создает вот такой странный, загадочный образ, который не до конца даже понятен нам сегодня. Следующая гравюра, к которой мы можем обратиться, это изображение святого Иеронима. Это вторая мастерская гравюра дюрера. В 1514 году он выпустил два листа – святой Иероним в келье и меланхолия. Иероним – любимый персонаж в это время. Один из любимых персонажей дюрера. Дюрер пять гравюр посвящает иерониму. У него есть две картины, у него есть несколько рисунков, представляющих иеронима. И святой Иероним, который перевел Библию на латынь, вот с вульгата, латинский перевод Библии, канонический, католический перевод Библии – это дело святого Иеронима. Этот персонаж становится популярным в начале 16 века, потому что это время новых переводов Библии в это время на немецкий язык. И дюрер изображает иеронима за работой в келье, он совершенно в таком уединенном здесь находится состоянии. Он сидит за столом, и вдруг мы понимаем, что иероним, фигура иеронима здесь занимает очень мало места в пространстве этой гравюры. Он отодвинут к стенке, на дальний план, а все пространство занято изображением самой кельи, всех тех деталей, которые его окружают. Здесь лев – это обычный спутник иеронима, потому что существовала легенда о том, что иероним, когда жил в монастыре, в монастырь пришел лев, все монахи испугались, разбежались, иероним один не испугался, и увидел, что лев ранен, помог ему, вытащил шипы из лапы льва, и лев остался в монастыре помогать в их делах. И лев с тех пор всегда считается таким, изображается рядом с иеронимом, является его спутником. Над иеронимом большая шляпа, если бы это была не черно-белая гравюра, то мы бы увидели, что это шляпа красная, это красное кардинальское одеяние, потому что иероним, который был секретарем Папы, он считался первым кардиналом. И что удивляет в этой гравюре, когда смотришь на это изображение, это невероятное мастерство, с которым Дюрер передает то, что мы видим, и то мастерство, с которым он сумел передать свет, потому что такого никогда не было в этом черно-белом искусстве, и когда мы смотрим на этот лист, мы как будто забываем, что это черная линия по белому фону, мы забываем, что эта графика, он больше похож на живописное изображение, здесь необычайно тонкая градация разных тонов, и мы видим, как этот свет проходит через круглые шайбы окна, он отражается на откосе окна, как он пульсирует, как он пульсирует сверху на потолке, вот тень, которая отбрасывает стол. И вот впервые гравюра воспринимается как живописное пространство, такого не было никогда до него, и Дюрер поднимает искусство гравюра просто на недосягаемую высоту. Эраз Мортердамский, который оставляет такие хвалебные слова по поводу гравюр Дюрера, говорит примечательную фразу «Ты оскорбил бы произведение, если бы пожелал внести в него краски». И вот, видимо, вот это понимание гравюры как черно-белого искусства и ценности этого черно-белого искусства приходит именно с Дюрера. И третья вещь представляет меланхолию. Это одна из самых загадочных гравюр вообще в мире, и нет ни одного произведения графики, которому бы не было посвящено такое количество страниц текста. Это сотни написанных страниц меланхолии, и сегодня такое изучение меланхолии превращается в изучение интерпретаций этой гравюры. Мы знаем его название, название этого листа хорошо, потому что он написан, «Меланхолия-1», здесь такой странный зверь в виде летучей мыши с змеиным хвостом несет прямо на зрителя это название гравюры, и замечаем вот с такого гения меланхолии фигуру в женском платье с крыльями в грусти, сидящую на некоторой площадке, окруженная предметами, которых здесь огромное количество. Ни в одной гравюре Дюрера нет такого количества предметов, как в этой меланхолии, и она вот ощущение, что она как будто заставлена, завалена всеми этими предметами. И что касается меланхолии, то здесь довольно понятно, что имелось в виду вот эпоху под этим темпераментом, потому что как раз в конце 15-го, начало 16-го века этот темперамент становится таким важным для творческой деятельности, потому что в эпоху, в общем, Средневековья, принадлежность человека к одному из четырех темпераментов, она оказалась такой определяющей. И от этого зависела не только характер человека, но этим объясняли его внешние данные, вплоть до цвета глаз или цвета лица, его судьбу, его характер, его профессиональные обязанности и его профессиональная принадлежность. И вот из всех четырех темпераментов меланхолия оказалась самым неприятным, потому что меланхолики угрюмые, они нелюдимые, они занимаются тяжелыми работами, они могут впадать в безумие, что вот было такой самой большой неприятностью. И вот эти свойства меланхолии дарил ей Сатурн, вот та планета, которая была ответственна за этот темперамент. Но вот к эпохе Возрождения отношение к меланхолии меняется, потому что Сатурн, как самая дальняя планета, она с одной стороны дает своим детям вот эти неприятности, с другой стороны, она обладает некими знаниями, которые недоступны простым смертным. И вот меланхолики, пребывая в этом уединении, могут постичь что-то, что не могут постичь остальные. И вот меланхолия, этот темперамент начинает связываться с гениальностью. И это эпоха, когда выдающееся качество художника становится, конечно, важнее, чем в Средние века. И Дюрер считали меланхоликом, его самого называли меланхоликом. И вот здесь такое меланхолия, как воплощение творческой деятельности. И мы уже обращали внимание на то количество предметов, которые окружают меланхолию. Здесь Дюрер выбирает те предметы, которые подчинены Сатурну. И преимущественно дает предметы, связанные с математикой, с измерениями. Мы здесь видим и весы, и песочные часы, и солнечные часы. Вот такой магический квадрат с цифрами, многогранник, исследованием которых занимались как раз в эпоху Возрождения, их там не видели в Средние века. Здесь профиль, линейка, шар. И Дюрер в это время как раз занимается математикой. Он издает свой знаменитый трактат об измерении циркулем и линейкой. И меланхолия здесь держит в руках циркуль, как главный предмет, с помощью которого можно измерить весь этот мир. И ощущение, что нам пытается разгадать какую-то загадку этого мира, постичь ее тем, чтобы все измерить. Здесь разные вещи, связанные с цифрами, с математическим знанием. Как, например, магический квадрат сверху над меланхолией. Мы видим квадрат, расчерченный на 16 клеток, 4 на 4, заполненный цифрами от 1 до 16. И если мы сейчас будем считать, то мы поймем, что сумма всех цифр по горизонтали, по вертикали и по диагонали будет равна 34. Если сложить 4 центральных клетки, будет 34. Если сложить 4 боковых клетки, будет 34. Здесь есть вообще 11 вариантов, как можно посчитать и найти вот это вот такое магическое число. А нижняя строчка этого квадрата состоит из цифр 4, 15, 14 и 1. То есть цифры 15 и 14 в центре обозначают год создания гравюры, 1514. Цифра 4 – это четвертая буква алфавита, это буква D. 1 – это первая буква алфавита А. То есть это А, Д – знаменитая подпись Дюрера. И вот здесь Дюрер в зашифрованном виде подписывает и датирует свою гравюру. И, видимо, он сам создает магические квадраты. Дюрер был очень осведомлен в математических знаниях этого времени. Эта страсть к науке, к познанию, к знанию занимает этого художника в течение всей его жизни. Но дело в том, что все измерить – это же не значит познать мир. И меланхолия находится в неком сумрачном состоянии здесь. И Дюрера тоже постоянно обуревают сомнения. И он не понимает, как найти этот закон, такой всеобщий закон красоты мира. И в какой-то момент он пишет, что такое прекрасное, я не знаю, после многочисленных своих теоретических изысканий. И видите, что циркуль она держит как предмет, в общем, ненужный ей, как лишний. И все эти предметы вокруг нее в таком беспорядке расположены. И рядом с меланхолией вот этот маленький путто, сидящий на колесе. Это или там мельничное колесо, или точильное, который в той же позе находится, что и она, и с какой-то такой еще детской серьезностью, с сосредоточенностью углублен в свои занятия. Он верит, что мир можно постичь, измерив его. И вот такая, это может быть одна, да, это одна из версий такой трактовки меланхолии. Может быть другая, может быть третья, может быть четвертая. Их огромное количество, и каждый раз в меланхолии ищут какое-то свое содержание и свой смысл, значение. И если обратить внимание, вы видите, что в меланхолии у нас здесь четыре гравюры. Здесь мы решили показать, вот поговорить немножко об этой специфике гравюры. Все три гравюры, мастерские гравюры, это гравюры резцом, они печатаются с медной доски. И если с медной доски печатать долго, то доска начинает спечатываться. Каждый раз довольно сильное давление на доску. И гравюры, с одной стороны, вещь такой искусто-тиражная, с другой стороны, каждый оттиск отличается один от другого. И вот видно, что происходит с доской, когда она начинает спечатываться. И первый лист, он действительно совершенно удивителен и наполнен вот этим сиянием серебристо-серых оттенков. А вот спечатываясь, уходит объем, уходит это богатство переходов. И если очень долго с доски печатать, то можно получить вот уже такой отиск, который больше похож на раскраску, остается только толстые внешние линии. И вся вот эта вот, да, как бы тонкость гравюры уходит. И у нас есть раскрашенный отпечаток меланхолии, который кажется очень необычным нашему взгляду. И Дюрер сам, конечно, не раскрашивал гравюры, это сделал другой мастер. Здесь есть его подпись, внизу с золотой краской написано ХВГ. Это инициалы вот иллюминатора, который раскрашивал гравюру. И в это время, в более раннюю эпоху, в 14-15 веке, в начале 16-го, продолжали раскрашивать гравюры. Часто их могли попытаться выдать как за картину даже. Эти раскрашенные листы могли наклеить на доску, повесить на стенку. И их ценили, и, видимо, их было довольно много. До нас доходят они довольно редко, потому что их очень интенсивно использовали. Они просто выгорали, они как бы уничтожались. Но вот такое явление было, нравится нам или не нравятся раскрашенные гравюры. И мы решили показать вот те раскрашенные оттиски, которые есть у нас в коллекции, чтобы зритель сам делал вывод, по крайней мере, понимал, нужна раскраска гравюры или нет. И вот эти три вещи, созданные вот так вот на вершине дюрерского гравюровального мастерства, вот, может быть, одни из самых известных гравюр дюрера. И их рассматривание, разглядывание в оригинале, конечно, очень привлекательно для зрителя, потому что гравюра – вещь на бумаге, это графика, она не может выставляться постоянно, это только три месяца. Словие сохранности нам диктуют вот такой недолгий срок экспозиции, и поэтому выставки графические случаются только время от времени, не бывает их постоянно. И вот мы очень рады, что нам удалось открыть эту выставку, посвященную 550-летию со дня рождения дюрера. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok